Добрый вечер, уважаемые слушатели. Меня зовут Адлан Маргоев, я аналитик Института международных исследований и руководитель группы стратегического маркетинга. Мы продолжаем цикл лекций сотрудников Института международных исследований МГИМО на факультете международных отношений. И сегодня у нас в гостях в качестве спикера и лектора Михаил Евгеньевич Мамонов, директор Центра исследований международной экономики и Института международных исследований, выпускник экономического факультета МГУ, бакалавриата и магистратуры, а также кандидат экономических наук, выпускник программы аспирантуры Высшей школы экономики и в данный момент аспирант, докторант PHD программы совместного образовательного исследовательского учреждения Карлова университета в Праге и Института экономики Академии наук Чешской Республики. Михаил Евгеньевич специалист по экономическому прогнозированию, по математическому моделированию и статистике, которая позволяет делать макроэкономические финансовые прогнозы. Прежде работал в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии наук, выполнял в интересах федеральных органов исполнительной власти, в интересах Центрального Банка России, прикладные исследовательские проекты и множество грантовых программ. Прежде чем я коротко расскажу о теме сегодняшней лекции, одна короткая история. Это редкий случай, когда результаты исследований, будь они экономическими или политологическими, попадают в топ-5 новостей Яндекса во всероссийском измерении, а не только в Центральном федеральном округе. Это августовское исследование 2019 года, которое Михаил Евгеньевич выполнил вместе с автором Анной Пестовой. Оно было посвящено тому, какой эффект финансовой санкции против России, введенной в 2014 году, возымели эти санкции на российскую экономику. Для того, чтобы выяснить, авторы собственную модель собрали из 14 переменных макроэкономических, разделили их на три группы и посчитали, насколько иначе развивалась бы российская экономика, если бы мы отмотали несколько лет назад и в 2014 году выстроили бы макроэкономический прогноз Российской Федерации без учета влияния санкций. И на основе байесовских векторных авторегрессий, это все из мира математических моделей, и статистики, и data science в каком-то смысле, авторы посмотрели, насколько иначе развиваются тренды макроэкономические в России. И главный вывод этого анализа заключался в том, что санкции, введенные против России в 2014 году, сыграли меньший эффект на российской экономике, нежели структурные изменения и тенденции, которые напрашивались в экономике страны и вне политического контекста, вне воссоединения России с Крымом и последующих событий в наших взаимоотношениях с Европейским Союзом и другими контрагентами и партнерами на международной арене. И здесь эта новость через РБК, коммерсанты и другие средства массовой информации разошлась по многим десяткам российских средств массовой информации, были интервью и на федеральном телевидении, и мы видели живой интерес широкой общественности к тому, что делают наши исследователи. Мы рады тому, что такого уровня и рода исследования, которые проводятся нашими сотрудниками, востребованы не только в федеральных органах исполнительной власти, но и в журналистском сообществе и интересной широкой общественности. Сегодняшняя лекция будет посвящена глобальному экономическому кризису, тому, как этот кризис оказывает влияние на малые открытые экономики. Лектор нам расскажет о том, почему инфляционное таргетирование по-прежнему популярный инструмент, когда речь идет о финансовой стабильности государств. И автор меня поправит, если я неправильно использую эти термины. Но почему эта модель, несмотря на то, что она популярна, все же малоэффективна, но вот сохраняет свою популярность в разных государствах. И, в общем-то, все, что вы хотели сегодня узнать о глобальном экономическом кризисе и о том, как государства справляются с этим кризисом, задавайте эти вопросы, пожалуйста, готовьте их к завершению лекций. Мы специально оставим от 20 до 30 минут, может быть, чуть больше, на сессию вопросов и ответов. Перед этим Михаил Евгеньевич нам покажет презентацию на английском языке с пояснениями на русском и введет вас в тему своей лекции. В процессе того, как лекция будет идти, если уж совсем что-то непонятно, наверное, вы сможете ворваться в эфир, нажав инициативно кнопку «Включить звук» и уточнить совсем, задать короткий вопрос, если вам что-то непонятно из того, что объясняется сейчас. Если же у вас вопрос, который сложился, и он терпит того, чтобы лекция завершилась, вы можете записать его в чате, чтобы не забыть и сориентировать лектора по списку вопросов, которые накопятся, мы рассчитываем к концу лекции, либо же поднять руку в процессе лекции или после того, как она завершится, и я отмодерирую сессию вопросов и ответов. Чтобы не задерживать лектора и оставить время для того, чтобы основная часть лекции была посвящена содержательным вопросам, я передаю слово Михаилу Евгеньевичу и благодарю его за то, что он сегодня с нами уделит нам это внимание. Коллеги, добрый вечер. Надеюсь, меня хорошо слышно. Адлан, спасибо большое за такое прекрасное введение, которое иллюстрирует, что в нашей стране мы можем проводить исследования на международном уровне с использованием современных методов и можем делать это так, что это может быть, в принципе, понятно широкой общественности и доходить не только до студентов, до представителей академического сообщества, но и до обычных журналистов и непосредственно органов экономической власти. Также я хотел бы поблагодарить вас за устройство, организацию этой лекции, этой серии встреч. Очень интересный формат, который предполагает, что здесь собираются люди, заинтересованные данной темой, а не потому, что нужно получать оценки и так далее. Это очень приятно. Я рассчитываю на ваш интерес, ваши вопросы. Пожалуйста, я согласен с Адланом, да, если будут какие-то вопросы по ходу лекции, и что-то совсем непонятно, то спокойно спрашивайте, а если нет, то будем обсуждать в конце. Давайте я тогда переключусь в режим демонстрации своих слайдов и постараюсь рассказать то, что я сегодня приготовил. Коллеги, надеюсь, видны мои слайды. Хорошо. Сегодня я расскажу про глобальный экономический кризис, про его причины, в какой мере они лежат в сфере реальной экономики, в какой мере они обословлены финансовыми причинами, накопленными финансовыми дисбалансами. И это будет некоторая сборная из различных работ, которые мы проводим в нашем центре, Центре исследования международной экономики в рамках ЕМИ, МГИМО, со своими соавторами, ну и в первую очередь с Анной Пестовой, моим главным соавтором на протяжении уже очень многих лет, без которой вся эта работа была бы просто невозможна. Поскольку я сегодня выступаю в, все-таки, наверное, не совсем профильной среде в плане применения макроэконометрических, макроэкономических, математических методов, я постараюсь делать на эту скидку, постараюсь вам описывать какие-то процессы наиболее простым языком и сделать какое-то введение в экономику, если угодно, в современную. Давайте начнем с такой схемы. И эта схема, я бы хотел, чтобы она у вас сохранялась до конца лекции в вашем представлении, потому что она показывает нам основные блоки, из которых состоит практически любая экономика, в крайней мере, рыночная экономика, и в которой представлены основные экономические агенты. Если мы подумаем в целом про экономические системы, мы, рыночные экономические системы, очевидно, что их можно разделить на два больших блока. Первый блок представлен реальной экономикой, и второй блок представлен банковской или финансовой системой. Это упрощенная схема, но, тем не менее, ее будет достаточно для нашего сегодняшнего рассказа. Внутри реальной экономики мы будем с вами полагать, что действуют домашние хозяйства, у которых есть свои оптимизационные функции, критерии функционирования и так далее, свои какие-то бюджетные ограничения или ограничения по заимствованию. И будет блок нефинансовых фирм, которые производят товары и услуги, которыми мы все с вами пользуемся или которые мы даже производим. Внутри банковской системы мы будем рассматривать, собственно, коммерческие банки и регулятора, который стоит над ними и регулирует их для того, чтобы они не увлекались чрезмерным аппетитом к риску и контролировали свои бизнес-процессы, в частности, то, как устроено финансовое посредничество, привлечение средств от вкладчиков и размещение их в кредиты, собственно, населению и нефинансовым фирмам. В современной ситуации после кризиса 2007-2008-2009 года невозможно рассматривать банки вне контекста так называемой проблемы фальсификации капитала, фальсификации банковских операций. Все мы с вами читаем сводки новостей, РБК, коммерсанты и так далее. Я думаю, что даже не имея экономического образования, вы замечаете в последние 6-7 лет, с момента, как Эльвира Набиулина пришла в Центральный банк и стала главой Центрального банка в середине 2013 года, каждую неделю мы встречаем новости про то, что очередные 3-4-5 банка лишились лицензии из-за того, что они занимаются либо отмывочной деятельностью, из-за того, что они фальсифицируют свои банковские балансы, свои операции, качество активов и так далее. В контексте этого мы можем думать с вами о банковской системе, по крайней мере, о коммерческих банках, как о двух частях. Первая часть – это те банки, которые ведут себя, скажем так, добросовестно и не вовлекаются в фальсификации своих отчетностей и операций, качество активов, будем их называть healthy banks, и банки, которые занимаются такой деятельностью и прячут внутри своих балансов скрытые отрицательные капиталы. И Центральный банк часто его упрекают не только наш Центральный банк, скорее даже наш Центральный банк в меньшей степени. Центральные банки в мире обычно упрекают в том, что они слишком медлительные, они не могут мгновенно распознать, какие же банки являются честными и добросовестными, а какие нет. И отзывают, конечно, лицензии, но отзывают не с той скоростью, с которой было бы необходимо для обеспечения финансовой стабильности. Почему это все важно? Потому что и те, и другие банки, и плохие, и хорошие, давайте их называть для простоты так, они функционируют на межбанковском рынке, они каждый день друг друга кредитуют, берут друг у друга взаймы для того, чтобы закрывать какие-то свои кассовые разрывы, проблемы с ликвидностью и так далее. И, соответственно, если мы с вами даже возьмем пример того, как развивался глобальный кризис 7-9 года, в сентябрь 2008 года, коллапс одного из крупнейших финансовых организаций США, Lehman Brothers. Именно это и произошло. У Lehman Brothers были очень большие долги на межбанковском рынке, и в какой-то день с утра многие кредиторы Lehman Brothers из сводки новостей узнали о том, что те, кому они дали в долг, Lehman Brothers обанкротился. И это спровоцировало огромный виток эффекта заражения, от которого пошли все проблемы, в частности, банкротство отдельных банков. А банкротство банков за собой ведут, банкротство компаний, которые берут в кредит у этих банков. Потому что компании берут в кредит для инвестиций в основной капитал, для выплаты зарплат и так далее. То есть вот я предлагаю функционировать, мыслить в рамках этой общей схемы, которая весьма несложная. Она упрощенная. Здесь нет государства, кроме финансового регулятора. Но сегодня при прочих равных мы можем без этого обойтись. Теперь давайте подумаем, почему в такой экономической системе, которая была только что описана, почему в ней происходят кризисы, макроэкономические кризисы или рецессии. Я буду использовать это сегодня как синонимы. А в целом мы это называем бизнес-циклом. У нас, соответственно, фаза роста бизнес-цикла – это когда экономика растет, все хорошо. Фаза коррекции бизнес-цикла – это, собственно, рецессия. Если мы посмотрим на развитие экономики, как науки, да и как развитие экономической политики в последние 100 лет, то мы увидим, что примерно к 80-м годам сложилось четкое представление, мейнстримовое представление среди мировых макроэкономистов о том, что бизнес-циклы, в частности рецессии, движутся реальными шоками. В 1982 году Кюдланд и Прескотт публикуют свою работу по теории реального делового цикла, за которую спустя 30 лет, можно сказать, недавно они получили Нобелевскую премию. И согласно этому мейнстримовому представлению кризис случается потому, что происходят экзогенные, то есть внезапные, никем неожиданные шоки совокупного предложения, технологические шоки и так далее, которые заставляют корректировать планы фирм. Вниз корректируются рынки, падают доходы и происходят кризисы. И все было бы хорошо, но в 2007, 2008, 2009 годах происходит глобальный, здесь даже нет пока консенсуса, как называть, финансовый кризис, экономический кризис, финансово-экономический кризис. Произошел кризис, который показал, что оказывается источником кризиса может быть не только колебание реальной деловой активности, но и излишние риски, экономические и финансовые дисбалансы, которые банки и финансовые сектора в разных странах, и США в первую очередь, принимают на себя на фазе роста экономики. То есть ведомый избыточным оптимизмом банки расширяют предложение кредитования сверх нормы, сверх той нормы, которая гарантировала бы им стабильное поступательное развитие. А экономические агенты, домашнее хозяйство и фирмы, будучи неспособными до конца осознать долгосрочные последствия своих краткосрочных решений, согласны принять этот кредит, но спустя какое-то время они понимают, что обслуживать этот кредит они уже не могут. Так развивался кризис ипотечного кредитования в Штатах в начале 2000-х годов, который, собственно, и привел к тому, что мы наблюдали с Лимон Бразерс и так далее. Поэтому сразу после этого недавнего кризиса в среде макроэкономистов, финансистов в экономике как академической науки возникло, конечно, представление о том, что кризисы могут быть вызваны не только, а может быть и не столько технологическими процессами, сколько накоплением этих финансовых дисбалансов в прошлом. И в частности разрушением цепочек финансового посредничества. Пример такого разрушения я вам привел на предыдущем слайде. И стали появляться большое множество работ, которые я представляю здесь на слайде, которые стали как-то обосновывать эту теорию финансовых дисбалансов в рамках моделей общего равновесия, в которых авторы пытаются на модельном аппарате, на теоретическом аппарате показать, почему так происходит, к чему приводят финансовые дисбалансы. Отдельно в финансовых исследованиях, которые показывают, что оказывается, если в последние 100 лет рассмотреть периодичности, с которыми происходят как рецессии, так и банковские кризисы, окажется, что это в среднем 10 лет. Уникальная цифра, в среднем 10 лет в любой стране происходит кризис. И это предсказуемо. А если это предсказуемо, значит, за этим должен стоять какой-то дисбаланс. Это не шок технологии, которая падает с неба в любой момент времени. И, да, по формату после фамилии и года я представляю аббревиатуру журнала, например, первая работа, которую, видите, бодрее, с авторами 20-го года. Это American Economic Review. Почему это важно у нас в среде экономистов? Потому что, в отличие, скажем, от физики, математики или биологии, в экономике, особенно в макроэкономике, нет устоявшегося учебника, нет устоявшегося каких-то знаний. Макроэкономика и финансы развиваются по экспоненте последние 20-30 лет. И основным источником знаний выступают так называемые топ-5 журналов по экономике, среди которых AR, American Economic Review, или в последней работе, в последней строчке, VTQ, G, Quarterly Journal of Economics. Поэтому мы обычно цитируем авторов и журналы, а не какие-то учебники или выступления других коллег. Для нас это является сигналом того, что работа была принята сообществом академическим. Дальше давайте посмотрим, как на более длинном горизонте посмотрим пример экономики США. Здесь представлены весьма простые данные. Очень подробный и инструктивный сайт одного из подразделений ФРС США, того, который находится в Сент-Луисе. Он позволяет нам в онлайн-режиме формировать графики, показывать, когда были рецессии в США. Они выделены здесь серыми столбиками. Это начало 80-х годов, начало 90-х годов, после так называемого СНДЛ кризиса в банковской системе. 2001 год, кризис даткомов, и 2007-2008-2009. Красной линией изображены годовые темпы прироста реального объема ВВП. Вы можете видеть периоды роста экономики, когда показатель находится в положительной зоне. Можете видеть периоды спада, когда он находится в отрицательной зоне. Например, в кризис 2008-2009 года на дне этот показатель составлял примерно минус 3,1% в годовом выражении. И это уже великая рецессия. То есть спад на 3% в такой крупной мировой экономике – это уже серьезно. В России для сравнения, возможно, многие из вас знают, в 2008 году мы наблюдали спад примерно на 8%. То есть практически в три раза глубже. И что удивительно, если на этом фоне мы посмотрим динамику кредитования экономики США внутренними банками, мы видим, что этот показатель весьма значительно более волатильный. И в годовом выражении темпы кредитов на фазе роста могут, как вы видите, превышать 20% в годовом выражении. А вот на пике спада в 2009 году они ставляли порядка минус 30% пунктов за год. То есть за один год кредиты сократились практически на треть. И это уже дает нам представление о том, что макроэкономические кризисы или рецессии, и кредитные кризисы или банковские кризисы, они весьма скоррелированы. И удивительно, что до 2008-2009 года особо на это никто не обращал внимания. И уже в 2009 году появляется другая работа в American Economic Review двух авторов, которые входят в топ-10 по количеству цитирований в области экономики, Рейнхард и Рогов, которые они опубликовали статью с историческими примерами в соотношении банковских кризисов и макроэкономических кризисов или рецессий в различных странах. И что оказалось? Слева вы видите набор столбиков, величины которых отражают процент спада экономики на пике рецессии. Например, в последней строчке Великая депрессия в США в 2009 год, спад экономики на 30%. А справа вы видите в тех же странах, сколько лет длился банковский кризис. И, конечно, здесь нет стопроцентной корреляции, но видно, что по мере движения сверху вниз длина столбиков банковского кризиса, то есть длительность банковских кризисов, тоже увеличивается, из чего также следует вывод о том, что если рецессии, то есть кризисы в реальной экономике сопровождаются банковскими кризисами или кризисами кредитования, то такие рецессии длятся дольше, а сами спады оказываются глубже. Дальше. Очень интересный момент состоит в следующем. Почему нам вообще важно, насколько падает экономика? Да, ну, потому что спад экономики – это не абстрактная вещь, это сокращение наших с вами располагаемых доходов, которые мы можем управлять на покупку товаров, услуг и так далее. Потому что рецессии сопровождаются тем, что они имеют неоднородный эффект на домохозяйство и на фирмы. Кто-то оказывается в большей мере подвержен кризисным процессам, кто-то в меньшей. Говоря другим языком, рецессии приводят к усилению экономического неравенства. Экономическое неравенство сопровождается повышением бедности и усилением остроты социальной напряженности в обществе. Поэтому нам интересны рецессии. Однако, что заметили авторы еще и до кризиса 2007-2009 года, это то, что те макроэкономические кризисы, которые происходят совместно с банковскими кризисами, характеризуются таким феноменом, как slow recoveries, то, что называется в литературе, или медленное восстановление после кризиса. Это так называемые L-образные спады, когда вы падаете очень быстро, а восстанавливаетесь очень медленно. Соответственно, вот та острота социально-экономического неравенства, которое происходит, она длится дольше. И это опасно для стабильности экономической, да и социально-политической стабильности любой страны. И проблема стоит в том, что, несмотря на весь накопленный опыт в современной академической экономике, даже в самых текущих последних работах, «Гертлер», «Киатаки», «Пристепина», «20-й год», «Другой журнал» внутри «Топ-5», «Review of Economic Studies», авторы до сих пор не могут объяснить четко феномен медленного восстановления. Здесь я хотел бы проиллюстрировать, что это означает. Здесь, опять же, мы с вами видим данные по американской экономике. Синей линией изображено, скажем так, отклонение годовой динамики ВВП США от ее долгосрочного тренда. И мы видим, что в 2008 году экономика упала весьма быстро, а вот восстановление до долгосрочного тренда заняло почти 8 лет. И о чем говорят «Гертлер» с авторами? О том, что если применять так называемую стандартную модель, скажем так, которая находится в рамках, разработанной Кюдлэдом и Прескоттом в 1982 году, модель реального делового цикла, в которой нету финансового сектора вообще, нету никаких вкладчиков, кредиторов, банковских кредитов и так далее, и попробовать с помощью такой модели предсказать эти реальные данные, то получается то, что здесь находится зеленая линия, и обозначена как Model No Run, No Bank Run, то есть без паники вкладчиков. Оказывается, что в такой модели невозможно предсказать ни глубину падения американской экономики, ни феномен медленного восстановления. Если же в эту модель, как указывают «Гертлер» с авторами, включить банковский сектор и возможность паники вкладчиков на фоне негативных новостей, то авторы преуспевают в том, чтобы смоделировать глубину спада экономики, но, как вы видите, восстановление после кризиса в модели происходит гораздо быстрее. И вот этот вот гэп или разрыв между красной и синей линией сейчас будоражит умы экономистов по всему миру. Сейчас, в смысле, последние 10 лет. И я лишь кратко упомяну, что та работа, которую мы сейчас ведем, в частности, которую мы сейчас ведем, мы высказываем гипотезу, собственно, фальсификации банковских операций. Фальсификация банковских операций, я думаю, вам это многим будет понятно, поскольку, опять же, мы с вами сейчас это уже обсуждали, что все мы видим эти новости о том, что каждую неделю отзывают лицензии у банков из-за недостоверной отчетности, фальсификации операций и так далее. Это имеет место уже 7 лет. И сейчас, только в последнее время, волна банковских отзывов лицензий прекращается. Или замедляется. Но в целом абсолютно очевидно, что это будет продолжаться в будущем. Эти отзывы лицензии, обнаружение каких-то очередных кейсов фальсификации балансов. И это означает, что те инвесторы, которые функционируют в экономике, и которые, в свою очередь, дают займы банкам, банкам нужно пополнять массивы. В качестве таких инвесторов, в частности, выступаем мы с вами, когда приносим свои сбережения на срочные депозиты в банке. Так вот, эти инвесторы в таких условиях выявления фальсификаторов знают, что эти фальсификаторы есть в экономике. А если эти фальсификаторы есть в экономике, и мы не можем четко разделить между, скажем так, хорошими и плохими банками, скорее всего, мы будем требовать от всех то, чтобы нам по нашим сбережениям платили больший процент. А раз так, это означает, что симметрично со стороны активов, то есть по кредитам банковским, процентные ставки тоже выйдут выше. Соответственно, в условиях, когда в экономической системе инвесторы не могут отличить плохие банки от хороших, процентные ставки будут выше, в том числе по кредитам. А если выше процентные ставки по кредитам, то, соответственно, фирмы меньше занимают у банков для инвестиций, в основной капитал, население меньше занимает у банков для финансирования своего потребления или покупки жилища и так далее. Соответственно, выпуска становится меньше в такой экономике, восстановление, особенно после кризиса, когда недоверие инвесторов выше. Восстановление занимает еще больше времени. Если же мы обратимся к литературе, то в литературе высказываются разные гипотезы. Уже упоминавшийся нами с вами Кюдланд недавно опубликовал работу в Journal of Monetary Economics, в которой он высказал фискальную гипотезу, в соответствии с которой кризисы, восстановление после кризисов происходит дольше, потому что во время кризиса государство делает налоговые послабления для экономических агентов, а после кризиса, когда кризис вроде бы закончился, государство требует, в смысле, государство повышает обратно эти налоги, а повышение налогов означает негативный эффект на экономическую деятельность. Также авторами высказываются гипотезы так называемых самосбывающихся ожиданий, когда экономические агенты ждут, что все будет плохо, и оно все получается плохо, потому что если мы ждем сами, что все плохо, то мы идем и забираем свои, например, депозиты из банков, и действительно все становится плохо по цепочке эффекта заражения. Также авторы высказывают гипотезу финансовых фрикций, одной из которых является фальсификация банковской деятельности, то, про что я уже вам сейчас говорил. Давайте вернемся обратно. Теперь давайте от этого аспекта перейдем к чуть более широкому аспекту. До сих пор мы с вами рассуждали про внутреннюю экономику, про то, что творится с внутренними домохозяйствами, фирмами, вкладчиками, кредиторами, банками, центральным банками и так далее. Давайте рассмотрим теперь глобальный аспект финансовых операций. И здесь современная экономическая мысль приходит, может быть, к весьма простому выводу о том, что монетарная политика ключевых финансовых регуляторов в мире, то есть ФРС США, Европейского центрального банка, то есть те процентные ставки, по которым они выдают, они предоставляют ликвидность внутренним экономикам и мировым. Так вот, эта монетарная политика является ключевым драйвером, который формирует цены на финансовые активы в мире, определяет таким образом глобальный финансовый цикл, определяет таким образом то, какие потоки капитала в том числе приходят в Россию, в Бразилию, в прочие страны и так далее. А эти потоки капитала, которые мы с вами принимаем в наших странах, они являются одним из основных и более дешевых источников ресурсов по сравнению с нашими с вами внутренними сбережениями. И, соответственно, получается, что в те периоды, когда мы наблюдаем жесткую монетарную политику ФРС США или Европейского Центрального Банка, мы наблюдаем оттоки капитала из России, из Бразилии, из прочих стран с развивающимся рынком. Оттоки капитала с наших рынков означают, что у нас становится меньше финансовых ресурсов. Если у нас меньше финансовых ресурсов, значит, у нас меньше инвестиций и потребления в экономике. Опять же, это все может стимулировать кризисные процессы в экономике стран с развивающимся рынком. И действительно, на этом графике я представил динамику процентной ставки, краткосрочной регулируемой процентной ставки ФРС США и ЕЦБ на фоне показателя глобального финансового цикла, который совсем недавно Сильвия, Миранда, Гриппина и Хеллини Рей опубликовали в одном из топ-5 журналов. Показатель глобального цикла, который я сейчас буду вам показывать от слайда к слайду, это стандартизованный показатель, о котором вы можете думать, как о обобщающей мере динамики цен на примерно 800 финансовых активов по всему миру. Вы можете видеть, что действительно вариации или колебания процентной ставки этих двух регуляторов оказываются даже в таком простом оформлении весьма скоррелировано с тем, что происходит с ценами на финансовые активы в мире. Если мы посмотрим дальше, посмотрим теперь, как этот глобальный финансовый цикл реально соотносится с притоками капитала в страны с развивающимся рынком, в том числе Россию, мы опять же сможем увидеть, конечно, определенную вариацию, но в целом мы сможем увидеть весьма большую корреляцию. Посмотрите, например, эпизод 2009 года, когда показатель глобального финансового цикла ушел в отрицательную область из-за развития кризисных процессов, и вы можете увидеть, что это весьма и весьма тесно скоррелировало было в первую очередь с тем, что происходило с потоками, притоками капитала в нашу с вами страну. Поэтому эти показатели действительно находятся весьма в тесной корреляции. Если мы посмотрим теперь, как я вам сказал, доступность внешних финансовых ресурсов способствует повышению кредитования внутри, в том числе нашей с вами страны, а кредитование используется для инвестиций, для потреблений и так далее, для всего того, что формирует выпуск или ВВП в нашей стране. Слева я представляю динамику годовых темпов роста ВВП. отобранных в группе развитых стран, справа в группе развивающихся стран, в том числе в России. И опять же вы можете видеть, что как в тех, так и в других странах глобальные потоки капитала действительно оказываются очень скоррелированными с реальным выпуском в экономике. Да, и практически полностью глубину спада в развитых экономиках и отчасти в развивающихся можно объяснить спадом как раз глобального финансового цикла. Поэтому в таких условиях особую роль приобретает так называемая макропруденциальная политика центральных банков, когда они регулируют то, как банки принимают залоги обеспечения по выдаваемым ими кредитам. Потому что вот эти цены финансовых активов, по сути, это то, что, скажем, фирмы или мы с вами, когда идем за ипотечным кредитом, это то, что мы предоставляем в залог по кредиту. И цены финансовых активов, чем выше цены, тем выше стоимость залога. Чем выше стоимость залога, тем больше мы сможем получить кредита и подменьшить ставку. Для центрального банка теперь инструменты макропруденциальной политики приобретают особую роль в связи с этим в том числе. Дальше. Давайте теперь, если у вас не возникло каких-то кратких вопросов, перейдем ко второй части нашего исследования, нашей презентации сегодня. И поговорим о том, как же мы можем все-таки использовать вот это знание, знание о том, что кризисы могут обуславливаться не только реальными шоками, технологическими шоками, но и финансовыми дисбалансами. Как мы можем это использовать для, собственно, объяснения кризисов, для предсказания кризисов. Для этого мы с авторами вводим такой концепт, такое понятие, как exuberance indicators. Если это переводить на русский язык, то можно про это думать, как про индикаторы изобилия, финансового изобилия или экономических дисбалансов. Давайте это все воспринимать как синонимы. И теперь, если мы хотим прогнозировать и объяснять, почему происходят рецессии в разных странах, конечно, мы не можем действовать вне контекста имеющихся исследований. Исследования по рецессиям – это примерно последние 50-60 лет, накоплен огромный опыт. И если мы классифицируем все эти исследования, то какие показатели используются там для прогнозирования рецессии, то мы выделим набор показателей, я про них чуть позже расскажу. Мы будем называть краткосрочные индикаторы под цифрой 1. И, соответственно, наша идея стоит в том, чтобы попробовать на модельном уровне учесть работоспособность не только этих краткосрочных индикаторов, но и вводимых нами индикаторов изобилия, чтобы показать, имеют они добавленную стоимость с точки зрения прогнозирования рецессии на межстрановых выборках или нет. Соответственно, у этого есть все теоретические обоснования. Мы строим определенные теоретические модели. Конечно, я это сейчас не буду затрагивать, чтобы не нагружать презентацию. Но тем, кому будет это интересно, у кого будут слайды, всегда может к этому обратиться. Итак, какие же краткосрочные или классические индикаторы рецессии используются в исследованиях в последние 50-60 лет? Это такие весьма простые показатели, как динамика фондового рынка. Собственно, то, что отражает, в какой мере внешние инвесторы притекают к нам и в какой мере наши финансовые рынки склонны к тому, чтобы принимать избыточные глобальные финансовые риски. Это краткосрочная ставка процента. Опять же, вы можете про нее думать, как про регулируемую процентную ставку Центрального банка, например, ФРС, США, ЕЦБ или Российского Центрального банка. Термспред – это показатель, который показывает, насколько долгосрочные кредиты в экономике дороже, чем краткосрочные. Это нормально, когда долгосрочные кредиты дороже краткосрочных. А вот что ненормально – это то, что мы называем инвертированная кривая доходности. Это когда в экономике происходит нарастание недоверия инвесторов, что они начинают повышать краткосрочную ставку так сильно, что она становится выше долгосрочной. Это инвертированная или обратная кривая доходности. Есть так называемые показатели sentiment indicators, показатели, которые отражают настроение населения, настроение фирм согласно опросам. Я могу показать картинку, как это получается. OECD проводит такие обзоры в очень разных странах. И, соответственно, мы это называем business confidence, consumer confidence. То есть это просто какие-то стандартизованные показатели, которые чем выше, тем отражают больше. Скажем так, оптимизм этих экономических агентов, чем эти значения показателей ниже, тем меньше этот оптимизм или даже склонность к пессимизму. Вот такие показатели. Это про разговоры мы с вами затрагивали сегодня, про self-fulfilling prophecies, про самосбывающиеся негативные ожидания. Вот это все к этому моменту. Дальше, конечно же, мы сейчас с вами затрагивали моменты глобальных финансовых циклов и как глобальные финансовые регуляторы могут через управление процентными ставками определять потоки капитала в мире и тем самым влиять на динамику выпуска в каждой конкретной стране. Поэтому авторы также используют глобальные экономические индикаторы. Тоже здесь могу показать картинку. Эти глобальные экономические индикаторы, их можно обобщить, построить общий показатель, который будет отражать то, что мы называем composite leading indicators, то есть индикаторы, которые показывают, что произойдет скорее всего с экономикой, например, OECD, красная линия, или Америки, серая линия, в ближайшие 4 квартала. Опять же, чем выше значение показателя, тем более радужные перспективы, чем ниже, тем меньше. То есть для каждой конкретной страны важно, что происходит в мире. Посыл здесь весьма простой. Так, ну и последний показатель весьма технический, просто учитывает инерцию бизнес-цикла. То есть сложно себе представить, что если сегодня кризис, то завтра вдруг резко будет не кризис. Обычно кризис длится какое-то время. Чисто техническая деталь, можно не загружать ей себя. Теперь, exuberance indicators, то, что предлагаем мы для литературы. Показатели, которые отражают накопленные финансовые дисбалансы в среде домохозяйств, фирм, банков. Мы выделили 4 таких показателя. В основном они мотивированы уже существующими работами, которые применяли схожие показатели для моделирования сугубо финансовых кризисов, но не макроэкономических. Начиная с, наверное, фундаментальной, наиболее цитируемой работы Шуларика и Тейлора 2012 года в American Economic Review, авторы задумались о том, что мы можем просто смотреть на динамику кредитования банковского сектора, как быстро банки кредитуют экономику, и чем быстрее они ее кредитуют, чем темпы выше, тем это может больше связаться с накоплением дисбалансов. Приведу лишь один простой пример. Сейчас, в последние 5-6 лет, на фоне вялых макроэкономических перспектив, в России кредиты нефинансовым компаниям и населению растут процентов под 10-15 в год, не больше. А вот, например, в 2007 году, накануне глобального кризиса, кредиты населению в России росли на 70% в год, кредиты фирмам на 40% в год. Понятно, что в таких условиях происходит, скорее всего, расширение банковского сектора за счет именно предложения. То есть, когда рынок еще, конечно, не насыщен, но банки пытаются завоевать долю путем понижения стандартов выдачи новых суд, главное – завоевать долю любой ценой, потому что все растет, оптимизм и так далее. И именно вот это является пагубным с точки зрения долгосрочной финансовой стабильности. Дальше. Вторая мера – это счет текущих операций, отнормированный к ВВП. Если говорить это простым понятным языком, то это зарубежный кредит. Мы можем думать про первый показатель как про внутренний кредит, про второй показатель как про зарубежный кредит, который мы с вами получаем или любая другая страна получает. Третий показатель – это показатель, который отражает, опять же, динамику цен на недвижимость. Все мы с вами слышали про пузыри, которые складывались в разных странах на рынке недвижимости. И вот эти пузыри – это как раз одно из проявлений финансовых дисбалансов, которые копятся на фазе роста экономики, но потом приводят к разрыву. И, соответственно, четвертый показатель – это Real Effective Exchange Rate. Это простым языком, если сколько единиц товаров и услуг за рубежом мы можем купить за одну единицу своей национальной валюты. Вот эти четыре индикатора мы будем тестировать на их способность предсказывать кризисы поверх классических краткосрочных индикаторов. Соответственно, эмпирическая стратегия, которой мы придерживаемся сначала… Это три части. Сначала в первой части мы пытаемся просто протестировать все эти четыре индикатора, показать, что они имеют добавленную стоимость, что сами по себе они способны предсказать наступление кризиса. Однако это то, что в литературе мы называем описательным анализом. Он не имеет ничего общего с причинно-следственным анализом. Поэтому во второй части мы переходим к этому самому причинно-следственному анализу. Мы пытаемся ответить на вопрос, почему тот или иной индикатор финансового дисбаланса может выйти в красную зону. Какими шоками монетарные политики или же технологическими шоками или же кредитными шоками эти индикаторы изобилия, индикаторы финансового дисбаланса могут выходить в красную зону и, выйдя в красную зону, как это скажется на вероятности рецессии в ближайшие несколько лет. И третье – это так называемый контрфактический анализ. Что мы, экономисты, любим делать, когда мы построили модели? Мы любим делать то, что в обычной жизни невозможно. Мы не можем наблюдать экономику в каком-то другом состоянии по сравнению с тем, в какой она сейчас находится. Но если мы построили модель этой экономики, то мы можем отвечать на вопросы, что было бы если. Я поговорю здесь про наш пример о том, что было бы если накануне глобального кризиса все шоки экономических дисбалансов, которые имели место, что было бы если бы их не было? Произошла бы рецессия 2007-2009 года или нет? А если произошла бы, то с какой вероятностью? Данные, которые мы здесь используем, мы собираем межстрановые, квартальные, макроэкономические, финансовые данные из стандартных трех источников. Это база Международного валютного фонда и Мирового банка по макроэкономике в различных странах. Это ВВП, инфляция, реальный эффективный курс и так далее. Мы используем данные Банка международных расчетов. Эти данные предоставляют нам квартальный разрез банковского кредитования в различных странах. И мы используем данные по ICD, по индикаторам и процентным ставкам в различных странах. Для своего анализа эмпирического мы отобрали выборку из 35 стран, включая Россию, по квартальном формате с начала 1978 года и по конец предыдущего, 2019 года. Однако, ввиду того, что многие данные содержат пропуски, финальная выборка, на которой мы делаем исследование, это 23-25 стран, в которой разные страны могут появляться в разный период времени. Например, очевидно, что по России данные 80-е годы отсутствуют. И по России, учитывая тот глубокий трансформационный спад, который мы пережили в 90-е годы, даже несмотря на наличие данных за 90-е годы, они выглядят как абсолютные выбросы и непригодны для сопоставимого анализа. Поэтому данные по России начинаются у нас с начала 2000 года. Ну и для того, чтобы автоматизировать сбор этих данных, мы написали код в программе Python, который подключается к API-адресам этих баз данных. Это абсолютно легальная, стандартная процедура. Эти базы данных сами выкладывают свои API-адреса для того, чтобы исследователям по всему миру упростить задачу обновления своих данных. Теперь, здесь вы видите регрессии, вы видите формулы. Я вас сегодня, конечно, не собираюсь грузить формулами. Это скорее просто для того, чтобы проиллюстрировать то, что все наши расчеты основаны на современном модельном аппарате, а не берутся, скажем, из каких-то простых вычислительных или балансовых соображений. Здесь представлена, если общими словами сказать, модель рецессии, то есть вероятность рецессии. Мы ее моделируем в зависимости от своей собственной предыстории, от шортрановых индикаторов или классических индикаторов рецессии и от набора индикаторов, которые отражают изобилие или экзюберанс. И мы моделируем, по сути, два стейта. Находится ли экономика в состоянии 1, то есть не произошла рецессия, или в состоянии 0, растет ли эта экономика или нет. И для того, чтобы построить вот эту вот такую бинарную переменную наличие кризиса в той или иной стране в каждый год Т или в каждый квартал Т в нашей выборке, мы, опять же, применяем стандартные алгоритмы в литературе, алгоритмы Хардинга и Пагана, которые весьма похожи на то, что делает Национальное бюро экономических исследований в США для периодизации бизнес-цикла в американской экономике. Здесь представлены результаты этого регрессионного анализа. Первая часть описательная, то есть той, которая не имеет ничего общего с причинно-следственными связями, которые просто показывают, помогают ли эти индикаторы финансовых дисбалансов предсказывать рецессии или нет. Я постараюсь весьма общими словами без деталей это рассказать, что это все означает. Представьте себе, что по строчкам здесь, если видно по показателям моей мыши, идут просто перечисления классических индикаторов рецессии, те, про которые мы с вами говорили, фондовый индекс, ставки, разница между ставками и так далее. И внизу в красном прямоугольнике идут последовательно каждый из четырех индикаторов финансовых дисбалансов, про которые я рассказывал. Соответственно, каждый столбик, представленный здесь, это отдельная прогонка регрессии, отдельная прогонка модели вероятности наступления рецессии. В первом столбике мы оцениваем регрессию так, как это сделали бы в литературе до нас, то есть без индикаторов изобилия. Вы видите здесь напротив экзибиренс индикатор, вы видите здесь пустоту. Дальше мы начинаем добавлять в эту базовую или бенчмарковую модель каждый из наших четырех индикаторов финансовых дисбалансов, последовательно, один за одним, и смотреть, как это помогает нам предсказывать рецессию, насколько процентных пунктов растет вероятность рецессии в будущем. Первый столбец – это просто динамика кредитования экономики, динамика внутреннего кредита. Второй столбик – это динамика внешнего кредита. Третий столбик – residential property index – это индекс цен на недвижимость. И REER – это реальный эффективный валютный курс. Что мы с вами видим в каждом из этих столбиков, в красном прямоугольнике, мы видим, что каждый из этих четырех индикаторов входит с положительным знаком в модель. Три звездочки, для тех, кто не знаком, это означает статистическую значимость, высокую статистическую значимость. Одна звездочка означает удовлетворительную статистическую значимость, и две звездочки означают умеренную статистическую значимость. Потому что мы имеем дело с регрессиями, со случайными величинами, с оценками эффектов, и они могут быть либо статистически значимы, либо нет. Если у какого-то коэффициента, например, выявить, что у каких-то коэффициентов нет звездочек, это означает, что они неотличимы от нуля в статистическом смысле. Так вот, что кроется, например, за коэффициентом плюс 20.0143 звезды? На качественном уровне это говорит нам о том, что если сегодня происходит усиление кредитных процессов в экономике, расширение, избыточное расширение кредитования, то в последующие 5 лет, так мы специфицировали модель, будет расти вероятность рецессии. Как сильно она будет расти? Этот коэффициент не показывает. Для этого требуются отдельные вычисления, и мы их провели и представили в самой последней строчке таблицы. И в этой строчке таблицы вы можете видеть в этом столбце цифру 0.13. Это означает следующее. Это означает, что если сегодня динамика кредитования увеличивается, скажем, на 1% пункт, ну там на самом деле не на 1% пункт, а на одно стандартное отклонение, но возможно сложно думать об этом, думать просто про то, что динамика кредитования становится не плюс 15%, а плюс 16% в годовом выражении. Так вот, в таком случае вероятность рецессии в последующие 5 лет растет на 13% пунктов. Много это или мало? Оказывается, что это очень много, потому что рецессии в выборке встречаются с вероятностью не больше 4%. Это означает, что наш экономический эффект, 13%, он примерно в 3 с небольшим раза выше, чем средняя вероятность вообще образования рецессии в мире. Поэтому это очень-очень важный показатель. Конечно, мы не первые, кто обнаружил его такую большую значимость, но заметим, что в работе Шуларика и Тейлора 2012 года в American Economic Review, которые также тестировали работоспособность этого показателя на межстрановых выборках, они пришли к выводу о том, что подобное единичное усиление динамики кредитования приводит к повышению вероятности, правда, не рецессии, а финансовых кризисов на около 5% пунктов. У нас эффект получается 13%. И про 5% пунктов они говорят, что это весьма много, опять же потому, что это выше, чем средняя вероятность кризиса в выборке. Если мы посмотрим с вами дальше по столбцам, мы увидим, что подобным образом оцененные экономические эффекты оказываются также статистически значимы, но заметно ниже по другим показателям в сравнении с кредитами к ВВП. Например, если растет внешний кредит на одну единицу, то вероятность рецессии в последующие 5 лет растет на 5% пунктов. Если образуется пузырь на рынке недвижимости, то вероятность рецессии растет на 7% пунктов и так далее. Это просто для того, чтобы проиллюстрировать то, что эти индикаторы, их статистическая значимость в моделях, в которых уже присутствуют используемые в мире лучшие практики прогнозирования рецессии, что это все работает, это имеет право на существование. Однако теперь нас волнует то, что нам нужно для нашего контрафактического анализа. Это то, какие шоки приводят значения наших индикаторов дисбаланса в красную зону. И для того, чтобы это сделать, мы применяем еще одну методологию, которая сейчас в литературе по макроэконометрике является бенчмарковой. Это методы структурных векторных авторегрессий. Адлан сегодня упоминал о том, что мы с Анной встроили прогнозы влияния санкций на российскую экономику в рамках модели векторных авторегрессий. Вот здесь то же самое. Это, вообще говоря, очень полезный аппарат и очень важный. Он был разработан Кристофером Симсом в 80-м году, опубликован в другом журнале из числа топ-5 по экономике, в журнале «Эконометрика». И спустя 31 год Кристофер Симс получил Нобелевскую премию за эту модель, потому что она стала настолько широко использоваться в макроэконометрике, практически в любом центральном банке, в любом университете. Это топовые модели. И, соответственно, эти модели позволяют нам в том числе, если очень-очень коротко говорить, выделять вот те самые шоки, реальные финансовые шоки, которые могут быть драйверами наших финансовых дисбалансов. И, соответственно, здесь мы используем работу Гамбетти и Муса 2017 года, которые разработали версию такой модели, в которой у нас существует 5 переменных. Стандартные переменные, ВВП, инфляция, процентная ставка центрального банка, процентная ставка по кредиту и, собственно, объем кредита. И в такой модели на этих 5 переменных возможно выделить 4 шока. 2 шока, 2 реальных шока, шока совокупного спроса, шока совокупного предложения, 2 финансовых, это монетарный шок и шок предложения банковского кредита. И вот мы будем… Я не буду сейчас остановиться, конечно, на подробностях и за неимением времени, и для того, чтобы оставить время на дискуссию. Мы оценили эти модели на этой же межстрановой выборке, извлекли оттуда шоки и провели двухшаговый анализ. На первом шаге мы смотрели, как шок, с каким коэффициентом он влияет на наш показатель, каждый из четырех показателей финансовых дисбалансов. Строили модельное значение показателя финансового дисбаланса и поставляли его на второй шаг в нашу, собственно, регрессию предсказания финансовых кризисов. И что мы получили по итогу? Вы видите сейчас практически ту же самую таблицу, что и до этого. И это последняя техническая деталь, которую я буду у вас грузить. Вы здесь видите две панели по строкам. В первой панели, собственно, результаты первого шага, как эти шоки драйвят финансовые дисбалансы. И панель два – это как эти дисбалансы, будучи задрайвленными шоками, приводят к каким последствиям с точки зрения вероятности рецессии. По столбцам мы будем здесь тестировать только один из наших четырех индикаторов финансовых дисбалансов – это динамика кредитования. Потому что на предыдущем слайде мы обосновали, что именно он в среднем приводит к наибольшей вероятности рецессии. И, соответственно, по столбцам здесь располагаются четыре шока, которые мы смогли извлечь из модели векторных авторегрессии. Шоки совокупного предложения, спроса, монетарные политики, шоки внутреннего кредитования, loan supply shock и шоки глобального финансового цикла, global financial cycle. Мы видим, что в красной зоне здесь стоят два последних шока – шок внутреннего кредитования и шок внешнего кредитования. Именно они в наибольшей степени драйвят динамику внутреннего кредитования в каждой стране. И, соответственно, когда происходит шок внутреннего банковского кредитования мы видим, что вероятность рецессии начинает расти еще больше, чем в среднем. В среднем у нас с вами был эффект 13% пунктов. Здесь же в этих моделях мы видим уже 19% пунктов вследствие внутреннего шока банковского кредитования и 32% пунктов вследствие внешнего финансового шока. И это уже совсем большие экономические эффекты, о которых стоит задуматься всем финансовым регуляторам. И что здесь интересно, в свежей работе Андрея Шлайфера из Гарвардского университета, Андрей Шлайфер – это самый цитируемый экономист в мире, выходец из СССР, в свежей работе 2020 года он прогнозирует кризисы на международные выборки и приходит к очень схожему коэффициенту, к схожему эффекту 33% пункта, на который растет вероятность, правда, не рецессии, а финансовых кризисов вследствие испыточного роста проникновения банковских услуг. То есть мы здесь, получается, весьма схожи, хотя и расследуем чуть-чуть разные кризисные процессы. И, соответственно, теперь вот эти уже модели позволяют нам провести контрфактический анализ, что было бы, если бы, скажем, глобального финансового шока не было бы до 2007 года. Давайте я… Да, собственно, вот он, контрфактический анализ. Давайте я сразу же лучше покажу его на графике, чтобы было видно. Мы провели такой контрфактический анализ для всех стран в нашей выборке. И сейчас… Это последний будет у меня на слайде выступление. Сейчас я хотел бы показать, как это все работает, как работает этот контрфактический анализ. Здесь вы видите модельные значения вероятности рецессии в американской экономике. Вероятность измерена от нуля до единицы. Как обычно, серым столбиком вы видите периодизацию рецессии в конце 2007 года и вплоть до конца 2009 года. И вы видите две линии. Красная линия – это вероятность рецессии, которая предсказывается моделью одношаговой, то есть без шоков. В синей линии представлено контрфактическое предсказание в условиях, когда мы заглушаем действия глобального финансового цикла в периоде с 2002-2006 года. То есть мы просто предполагаем, что этого шока там не было. И хотим понять, насколько сильно была бы меньше вероятность рецессии и произошла бы вообще эта рецессия или нет. Как вы уже можете видеть, вероятность рецессии существенно сокращается. Если на пике предсказания значение вероятности рецессии достигало 50%, то без действия глобального шока это было бы всего лишь 20%. Более того, вы видите, что красная линия, то есть по сути наблюдаемая линия, она пробила порог, отделяющий значимую вероятность, вот незначимой, примерно за год или полтора до наступления кризиса. То есть эта модель, даже очень простая одношаговая модель, она предсказывала наступление рецессии уже за полтора года до ее фактического образования, просто потому что эта модель учитывает финансовые дисбалансы. Так вот, оказывается, что если бы всего лишь одного шока глобального финансового цикла не было, то модельная линия, синяя линия, она, конечно, пробила бы вероятность, пробила бы пороговое значение, но это произошло бы не в 2007 году, а уже только в 2009. Соответственно, это говорит нам о том, что, возможно, сама глубина рецессии была бы меньше. Очень интересный, например, да, если мы посмотрим другие страны, везде будет примерно та же ситуация. Давайте возьмем экономику Великобритании. То же самое, если мы заглушаем действия глобального финансового цикла в этой экономике и смотрим, как из-за этого ведут себя динамика кредитов КВП, она будет, конечно, меньше. Поскольку она будет меньше, то вероятность рецессии тоже оказывается ниже. И порог пробивается примерно на те же год-полтора позже, чем в условиях, когда глобальный финансовый цикл был в полной силе. Если мы посмотрим на экономику Канады, здесь у нас наиболее интересный вывод. Поскольку здесь синяя линия, контрфактическая, она всегда остается ниже порога до 2010 года. Это можно интерпретировать как то, что без глобального финансового шока в экономике Канады кризис вообще мог не произойти. Возможно ли это? Возможно, потому что мы знаем, что в кризисе 7-8-9 года были страны, которые не сталкивались с этим кризисом. Или если сталкивались, то не с таким глубоким. Это, например, Польша. Если мы посмотрим на Германию, здесь мы видим то же самое. Синяя линия находится ниже. Действие глобального финансового цикла действительно приводит к накоплению дисбалансов. Греция, которая последние 10 лет испытывает, ну пусть там до 2017-18, перманентный кризис, у нее тоже вероятность этого кризиса была бы меньше. И так далее. Давайте теперь, тогда время наше заканчивается. Я постараюсь в целом резюмировать выводы, которые были сделаны сегодня. Эти выводы стоят в том, что действительно индикаторы финансовых дисбалансов, они обладают добавленной стоимостью в предсказании и объяснении кризисных процессов в самых различных странах мира. И среди ключевых драйверов финансовых дисбалансов мы можем выделить глобальные финансовые циклы, которые могут быть ведомы монетарной политикой в ключевых странах мира, таких как в США, монетарная политика Европейского, Центрального банка и так далее. И наши контрфактические анализы показывают, что вот если усреднить по всем странам значение рецессии, значение вероятности рецессии до кризиса 8-9 года и сравнить ее с тем, какая это вероятность была на самом деле, то окажется, что заглушение действия финансового цикла привело бы к сокращению вероятности рецессии на 11% пунктов в среднем по всем странам. Это много, потому что средняя вероятность рецессии в любой стране в нашей выборке – это 4%. Таким образом, дальнейшие наши шаги, они стоят в том, что мы обсуждаем эту работу с различными коллегами в России и в зарубежных университетах, и пытаемся донести эти результаты как до Центрального банка России, так и до Академического сообщества посредством публикации этой статьи. Пока это все в процессе. Я ставлю на последнем слайде и, наверное, с вашего позволения на этом закончу. Спасибо большое. Если у вас будут вопросы, давайте их постараемся обсудить. Так, у нас в чате есть два вопроса от Василия Алексеева, магистр первого курса, магистрант первого курса. Вопрос. Санкции, введенные в отношения России и последовавшие контрсанкции, привели к тому, что Россия стала закупать продукты не из западных стран, а из стран Востока, по мнению автора. При этом мало было создано производство внутри страны. Не получится ли, что Россия не вынесла урока из агрессивной политики Запада и останется уязвимой перед лицом будущих подобных мер? Это первый вопрос. Второй, наверное, позже озвучим. Ну, хотя это непосредственно не следует из проведенного анализа, именно представленного в этой презентации. И я обычно привык давать ответы на основе расчетов. Здесь я подобных расчетов не проводил, потому что здесь требуются отраслевые секторальные расчеты, которые учитывают появление, создание новых производств после введения санкций в тех или иных городах, регионах и так далее. И нами этих расчетов не было проведено, поэтому мне здесь сложно ответить именно на этот вопрос про эффективность вообще экономической политики в этом аспекте после санкций. Я бы здесь не хотел спекулировать на этот счет, потому что мы видим, что есть успехи в определенных каких-то направлениях, но в целом, наверное, да, еще очень много чего предстоит сделать, и насколько это будет эффективно, и сколько это займет, это, конечно, непонятно. Но то, что в результате санкций мы испытали колоссальный рост недоверия инвесторов и оттоки с фондовых рынков, это, конечно, факт. Обесценение рубля тоже в том числе имело место по этим причинам. Но здесь сложно это все разделить, потому что обесценение рубля, которое стартовало особенно в 2013 и потом в 2014 году, оно драйвилось множеством причин и колоссальным отрицательным нефтяным шоком, когда цены на нефть за 115 долларов за баррель снизились до 50, и вынужденной жесткой монетарной политикой Российского Центрального Банка и, собственно, этими санкциями. Поэтому здесь очень сложно разделять, в какой мере каждый из этих вещей был ответственен за ослабление рубля, а, соответственно, и за подорожание, удорожание тех товаров и услуг импортных, которыми мы пользуемся. Вместе с этим, что стоит отметить положительный тренд, это то, что Российский Центральный Банк смог достичь таргета по инфляции сейчас в 4%. И сейчас мы с вами живем в условиях, когда такой низкой инфляции в стране не было за все последние 30 лет. Поэтому, с одной стороны, у нас есть колоссальное бесценение рубля за эти 7 или 6 санкционных лет, с другой стороны, колоссальное снижение инфляции. И тогда озвучу второй вопрос. Как именно изменения реального эффективного курса рубля, получается, влияют на рецессию? Давайте думать про реальный эффективный обменный курс рубля еще раз, как про ту цену, которую мы платим за зарубежный импорт товаров и услуг из набора стран наших торговых партнеров. Соответственно, за этим стоят определенные товарные рынки, рынки услуг и так далее. Мы с вами как-то проще осознать, например, пузыри на таких рынках, как на рынках недвижимости. Что такое пузырь на рынке недвижимости? Это когда существенный рост спроса на недвижимость приводит к росту цен. Рост цен приводит еще к большему росту спроса на недвижимость, потому что появляются инвестора, которые начинают распределять свои потоки из других вложений во вложения в недвижимость, потому что всем хочется извлекать прибыль, и образуется пузырь на этом конкретном товарном рынке, и он лопается. Про реальный эффективный курс можно думать в таком же направлении, но как бы расширив этот рынок недвижимости до всего спектра тех товаров и услуг, стоящих за ними рынков, которые мы имеем. Наверное, конечно, сложно представить себе пузырь на рынке какого-нибудь импортного товара, я не знаю, чтобы привести в пример, но здесь работает некоторый закон больших чисел, средняя логика, просто нужно думать про все товары в среднем и посмотреть какие-то отдельные кейс-стадис, какие-то отдельные примеры, когда на этих рынках образовывались пузыри и как это приводило к рецессии. Когда мы тестировали этот показатель, мы, честно говоря, не думали, что вот в среднем на рынках могут быть такие статистически значимые пузыри, и что вероятность рецессии от этого как-то растет. Но оказалось, что это так. Хотя оценки экономических эффектов, как, может быть, вы заметили по таблицам, они, конечно, существенно меньше, чем от пузырей на рынке недвижимости или тем более на кредитном рынке. Напомню, что вероятность рецессии растет всего лишь на, по-моему, 4% пункта. Хотя это, в принципе, конечно, это немало, но от пузыря на рынке недвижимости она растет на 7, по-моему, с половиной процентов, а на кредитном рынке на 13-19% пунктов. Поэтому стоит думать здесь об этом вот в таком ключе. В чате вопросы завершились, закончились. Если у участников лекции слушатели, есть еще вопросы, пожалуйста, поднимите руки, либо возьмите слово инициативно. Я думаю, что наши коллеги переваривают информацию, полученную во время лекции. И хочу поблагодарить вас за то, что детально мы рассказали о тех исследованиях, которые вы проводите, поделили своей экспертизой. И спасибо участникам, кто сегодня с нами слушал лекцию. Мы продолжаем лекционный курс. И на следующей неделе у нас в это же время в среду будет лекция Максима Сучкова о американских выборах и политических трансформациях, которые происходят и будут происходить в связи с приходом новой администрации. Еще раз спасибо всем за участие и доброго вечера. Да, всем спасибо и доброго вечера. До свидания. До свидания.